Так, здорово, пацаны! Сегодня наконец-то поболтаем про новую камеру, и это Sony FX3. Ну как поболтаем, я поболтаю, вы послушайте. Я очень долго ждал этого видео, хотел его выпустить. Если честно, я толком на эту камеру не снимал, я сделал буквально несколько каких-то тестовых шотов. Это вот мой кореш, который открыл свой спортзал. И пока я был в разъездах, там в разных местах. Так что не обращаю внимания, что у меня тут все вот так навалено. Вообще я собирался раскрыть посылку с Алиэкспресс. Это вот я даже, если честно, до этого момента я не открывал, что здесь. Здесь куча коробок. С официального магазина Small Rig я заказал минимальный риг на эту камеру, потому что сейчас у меня грядет большая съемка, и я заказал к этой камере много всяких разных ништяков. Сейчас буду, короче, рассказывать и потихонечку все это дело распаковывать. Кто-то сразу же сходу спросит, нафига ты заказал риг, потому что на камере есть, типа, дырки с женой этой, да? Все смотрели обзоры там, и типа, риг не нужен. Не, нафига. На самом деле эти дырки имеют сугубо специфический характер, и многими из них пользоваться практически невозможно. Это мне показалось вот сходу, как только я взял камеру в руки. Итак, главный вопрос, который мне сходу задали в инстаграме, когда я опубликовал первое видео, да, что у меня появилось с Sony. На самом деле камера мне пришла еще в декабре. Первый видос я опубликовал вот буквально там, что-то неделю назад. Сходу же спросили, типа, Димон, ну ты что, ушел с GH5? Ёпта, ты предал нас всех? Ты ушел с Panasonic? Как ты мог? Ты всю жизнь снимал на микру. А теперь ты Sony Boy, Sony VOD. Звучит как болезнь какая-то. Или Sony Phil, кто-то там. Сходу отвечаю на этот вопрос. Короче, с GH5 я не ушел, GH5 никуда не дается. Он остается у меня как вторая камера дополнительная. И я на него буду снимать, потому что это крутая камера. Мне нравится на нее снимать. И он просто ушел на заслуженный покой. И на самом деле я даже половину, когда я все выставил на продажу, да, чтобы мне просто не хватало там на объективы Sony, на камеру хватало, на объективы нет. Когда я все выставил на продажу, знал, что камеру я стопудово оставлю. И оставлю самые ходовые линзы. Это вот Televig 40-150 и вот эту дорогущую лейку 10-25, которая стоит там под 180 тысяч. Она стоила, когда я покупал. Все остальное, включая GS4, у меня была еще GS4 и все там объективы 12-35, там какой-то еще у меня был Televig, Sigma, короче, переходник. Я все скинул на Авито, причем все продавалось через Авито доставку. Я, если честно, удивлен. На Камчатке очень сложно это все продать. Короче, у SmallRig вот такие классные коробки. Вот так у него все выглядит. Это официальный магазин на Алиэкспресс. Цены там точно такие же, как где-либо везде. Только еще получается доставка бесплатная и, между прочим, быстрая. Я у них уже покупал. Покупал клетку на Panas, какие-то ручки, тут крепление на монитор. И вот сейчас за раз решил обвесить Соньку. Я думаю, что конкретно этой теме будет посвящен вообще какой-то отдельный видос. Минимальный риг нужен для камер, чтобы удобно ей пользоваться. А пока что я просто рассмотрю, что у нас тут. Можно сказать, что Panasonic отработал и ушел на заслуженный отдых. И за все это время натерпелся действительно страшно. С крыши автомобиля он падал на асфальт, глотал вулканическую пыль, терпел на себе северный ветер, какие-то обледенения. Морские волны, брызги, все это соль, все это Panasonic терпел. И вот он натерпелся, натерпелся. Я думаю, даже его продать невозможно, потому что он сейчас просто весь вообще облезший. И рано или поздно мне бы пришлось просто сменить эту камеру, потому что настал бы день, когда он просто бы испустил предсмертный дух. И больше бы не включился, сказал бы, Димон, ты что, все, хорош уже. Так, рельса первая, да, мне попалась. И она вот должна идеально вот сюда подойти. Да, она идеально вот сюда подходит, на крепление сверху, где должна быть ручка. И если ручку, вот эту ручку не использовать, а чаще всего эту ручку я использовать не буду, то я прикреплю сюда другую ручку, которая денется на натовское крепление. Вот это, натовское. Короче, немного истории. Panasonic это у меня вторая камера. На самом деле, можно сказать, что это первая камера, потому что первой камерой у меня был Canon 60D, но я на него поснимал буквально 3 месяца. После чего понял, что видео и монтаж мне очень заходят. И начал искать себе, подыскивать камеру, на которую я буду дальше реализовывать свои какие-то видеопотенциалы и возможности. Это был, кстати, к слову говоря, конец 2016 года, сентябрь-октябрь. И топовыми камерами тогда были Panasonic GH5 и Sony A7 III. Я хотел брать Соньку, но хорошо, что видоки с YouTube меня переубедили брать Соньку. Если, типа, ты снимаешь его видео, тебе нужна больше Panasonic GH5, окропнутая камера. На самом деле, если меня сейчас кто-то спросит, типа, Димон, какую камеру купить за 100 тысяч, я всегда порекомендую покупать GH5. Несмотря на то, что уже прошло, 5 лет прошло, что ли, получается, да, с ее момента релиза. Я считаю, что это все еще крутая камера и она может снимать. Опуская все вот эти моменты про автофокус там и прочее, это все еще остается крутой камерой. Так, смолдриговское крепление, не крепление, а клетка. Это полуклетка, не цельная, потому что здесь, как бы, отверстие есть. Полуклетка здесь для микрофона и, ну, короче, об этом потом. В общем, про Panasonic можно петь дифирамбы еще очень долго. Это тема, скорее всего, отдельного видео, кому интересно. Почему ты взял FX3, а не Sony A7S3? Это же тоже такая сейчас популярная камера, а FX3, типа, такая убогая, такая маленькая. Тут нет видоискателя, тут ручка, которой ты никогда в жизни не будешь пользоваться. Зачем, типа, переплачивать? Отвечаю. Я вот беру в руки Sony A7S3, я беру в руки фотоаппарат, потому что он выглядит как фотоаппарат, и, по сути, это и есть, да, фотокамера с возможностью видео. А беру в руки FX3, я как бы взял тоже, как будто бы, не до фотоаппарата и не до кинокамеры, что-то среднее между ними. И мне гораздо приятнее держать FX3 в руках, причем, что она действительно в руке лежит гораздо лучше, чем A7S3. FX3 выглядит реально приятнее, мне нравится больше, и она удобнее и приятнее лежит в руке, и удобно держать одной рукой. И, на самом деле, в этих камерах есть глобальное отличие между ними. Эта камера больше заточена под видео, здесь есть конкретно несколько видеофункций, и это не вот эта пресловутая ручка, да, которая сразу же, типа, понятна, ну, типа, это явное отличие, чем она отличается. Здесь еще несколько других параметров, которых нет в A7S3, но которые есть в FX3. Хотя бы это вот Focus Mac, так сходу, да, и зуммирование плавно джойстиком при наличии специальных объективов. Под фотообъективы такая функция не работает, под кинообъективы ты можешь плавно зумить. Кстати говоря, в документальных каких-то съемках вот эта ручка, которую все критикуют, она просто незаменима, когда тебе, или в интервью, когда тебе нужно записать несколько одновременно человек, и ручка может писать одновременно три дорожки раздельные, да, или, по-моему, даже четыре. А качественный звук через нее записывается, причем, что ты можешь ее еще сверху за эту ручку держать. Держать, на самом деле, не очень удобно. Где-то среди этих коробок у меня сейчас будет удлинитель, когда можно держать. Ну, а так, как бы, ручка, да, ни о чем. Но вот, как рекордер, она крута, хороша. Ха-ха-ха! Блянь, могу открыть. О! Это у нас ручка. Причем, ручка необычная. И с возможностью менять ее положение. Так, так, там, боковую, как хочешь. И крепление, натовский зажим, как раз вот к этой рельсе, вот сюда, вот так все пойдет. Чик. Так, хоп. Вот так это будет выглядеть в момент, когда я не буду использовать эту ручку. А ручку с рекордером я буду использовать, скорее всего, крайне редко. Sony FX3 это дорогая камера, я шел к ней больше года. Вообще, я ждал, если честно, GH6, но так как они долго тупили и два раза откладывали дату выхода, я начал засматриваться на другие камеры. Это, в принципе, логично. Причем, реально, преданно ждал и смотрел все новости, выпуски по GH6. Каждые, там, два месяца они выпускали какие-то анонсы. И я каждые два месяца, там, обнадеживающе смотрел и ждал, когда выйдет новая камера на микре. Помню, они запланировали дату выхода. Это был, по-моему, ноябрь 2021 года или октябрь. И был какой-то там конкурс, и за первое место они анонсировали приз GH6 и объектив. Такой же, вот, как у Таталейка 10-25, только 25-50. И я такой думаю, ну, все, в ноябре она выйдет, и, там, зимой я ее себе уже куплю, когда она появится в России. Да, нифига-то так было. Конкурс начал приближаться к своему завершению, и в конце, типа, конкурса они такие говорят, все, GH6... А, они даже ничего не сказали, они просто заменили картинку приза GH6 на GH5S. Вот это был, конечно, у меня удар. Это был финал, и тут я понял, что все, дальше я ждать не могу. И начал смотреть другие камеры. Весь ноябрь я смотрел, выбирал себе камеру, готовился, у меня был бюджет. Ё-моё, что такое? У меня был бюджет, и в декабре я себе ее заказал. Эта камера Ростест, и в конце декабря она мне пришла, там, 20-го, что ли, числа. Кореш мне с Петербурга ее переправил, наручно в самолете отдал. Я ее очковал посылать там с деком или чем-то еще. Короче, мне ее вот передали в самолете. Смотри, какая прикольная штука. С такой классной упаковки. Блин, у Смоллига, конечно, все очень круто упаковано. Это какая-то интересная ручка с возможностью поворота. Чуть не могу понять. Под какую она руку. Такая она очень, очень удобная. И здесь вот есть такие еще шестигранники на магнитах. Я думаю, что про весь этот комплект нужно по-любому делать отдельный видос. Тебе, скорее всего, будет интересно, как я сейчас обвешу. Надеюсь, что тебе будет интересно, как я обвешу камеру. В общем, когда я рассматривал себе, вот, весь ноябрь искал себе, какую камеру купить, я, честно говоря, долго не выбирал. Потому что FX3, пожалуй, более подходящая камера из всех, что на рынке была. Конкретно для меня, опять же, да, говорю, кому-то подойдет там R5, кому-то подойдет там FX6, C70. Камер там много разных, да. Может, ну, главное, чтобы как бы она подходила под задачи. А эта камера по размеру и по своему функционалу меня устраивала во всем. Если честно, у меня были мысли брать FX6. Еще раз подчеркну, камера и конкретно под мои задачи. Это ее размер, вес, качество картинки. Очень крутая стабилизация, действительно так и есть. Причем, что это full frame стабилизация, очень хорошая. Без вот этих всяких сонинских фишек. Программно стабилизирует, да, уже. То есть у нее матричная стабилизация хорошая. Помимо того, еще есть Catalyst браузер, в котором ты можешь картинку просто отстабить, как будто бы ты на стедикаме снимаешь. В общем, меня в ней все устроило. Причем, что есть все модные штуки, типа 100 FPS с записью звука и, конечно же, с лютым автофокусом. Кстати, реально звук при повышенном FPS записывает. И иногда это очень удобно и очень круто. Про лог не спрашивай, я не шарю, но вроде, короче, лог крутой. В нем я пару раз снимал. Снимал в S-Log 3, S-Gamut. Там какие-то настройки сделал. Но я его не красил, просто проявил. Я потому что в цвете, честно, вообще не соображаю. Поэтому я только проявлял. Но я сомневаюсь, что я в логе буду снимать. Вообще что-то, потому что мой характер съемки, он не подходит под съемки в логе. Потому что у меня получается очень большое количество материала. Короче, лог мне не подходит. Да и на самом деле цвета, которые в камере есть, это в PP-Off, либо вот этот PP-11, который S-Sinitone. Они меня вполне устраивают. Очень приятный цвет, прям можно из камеры. Причем, что мне давали осенью потестить A7 III, и мне там цвет не понравился. И не понравилось, как работает лог. Здесь же получается, лог можно проявить одним кликом, и цвет уже приемлемый. Просто в моем характере съемок лог, скорее всего, не подойдет. А какие-то постановочные кадры я, скорее всего, буду снимать в логе, ну и учиться там красить, что-то такое делать. Вот это я не могу понять, что это за деталь. А, это вот как раз-таки удлинялка к ручке. Да, смотри, какая тема. Ручку, короче, можно удлинить вот так. Так, хоп, у тебя получается уже длинная, вполне себе функциональная ручка. И здесь еще можно в конце что-то на нее подвесить. Например, а, вот это вот так делается. И ты уже можешь нормально брать. Потому что без этой фигни ты не сможешь нормально. У тебя ручка не функционирует. У тебя просто здесь обрубыш какой-то, и, короче, нереально. Вот, а с этой фигней гораздо удобнее. Поэтому ручку, по сути, можно теперь просто с собой таскать и использовать как на камерную. Также при выборе камеры я, честно сказать, сильно смотрел на парк оптики, какая есть у системы. Потому что, когда я выбирал Panasonic, я вообще не парился. Взял и все, а там что будет. И вот, что мне не нравилось в Panasonic на Micro 4.3, у тебя, короче, выбор либо дешевые объективы, либо очень дорогие, как вот эта вот Leica, да, качественный объектив, но стоит под 200 тысяч. Это, конечно, очень дорого. У Sony весь парк оптики, к слову, вот этот 7200 стоит новый, в районе 86 тысяч. А вот этот стоит, телевик на Micro 4.3, 100-110 тысяч, да. То есть у Sony, что круто, есть на любой карман линзы. Если это 35-ка, да, то есть там F4, 1.8, 1.4, 1.2. Вот эти все объективы, которые 1.8 серия, мне вообще зашли. Вот эти фиксы, которые 20 мм, 35, 50, 85, все 1.8. 1.8 на фулл-фрейме вообще шикарно размывает фон, больше и не надо. И они все стоят в районе 50 тысяч. Очень круто. Вот мне 35-ка, реально понравилась. Она маленькая, компактная, 1.8, светосильная, размывает фон. Крутой объектив. Короче, камерой пока что я доволен, хотя, повторюсь, еще толком ничего не снимал, только предстоит. По сути, я брал под проект, который сейчас грядет у меня зимой, где нужно много быстрой документальной репортажки, быстро реагировать, быстро снимать. И, если честно, я просто устал крутить руками вот этот фокус на Panasonic. Возможно, это какие-то мои отмазки и отсутствие там, да, кто-то скажет профессионализма, что руками можно спокойно накручивать фокус и все будет окей. Причем, что мой коллега, оператор с Камчатки, снимающий тоже на микро 4.3, GH5, у него Panasonic. И сейчас он взял себе S1H, у него все кадры всегда в фокусе, все его устраивает. У него получается лучше, чем у меня. Я устал это делать и вот взял себе FX3. Автофокус, конечно, очень крутой у камеры. Просто, когда ты снимаешь 4 года, не пользуясь автофокусом, вообще для тебя его не существует. И когда ты включаешь автофокус, ты просто попадаешь в какой-то новый мир. Ты просто перестаешь думать о фокусе. Он всегда, ты всегда знаешь, что у тебя будет лицо в фокусе, глаз будет в резкости. Он схватится и будет держать. Дело в том, что этот контроль и сосредотачиваешься на кадре, на экспозиции, на кадрировании. И делаешь более качественно свою работу. Короче, без автофокуса снимать можно и нужно уметь снимать без автофокуса. Но с автофокусом снимать просто удобнее и приятнее. Но нужно уметь это делать. Потому что не всегда камера понимает, что ты от нее хочешь, что ты хочешь, чтобы было в фокусе. Поэтому на каждом объективе в Sony есть такая вот кнопка. И на нее я повесил блокировку фокуса. И я очень часто пользуюсь, зажимаю ее. Нахожу, раз зажал, снял. Пару слов, пожалуй, скажу про флешки. И помимо того, что камера стоит сама недешево, на момент, когда я ее покупал, она стоила 380 тысяч рублей. 379 на Pixel 24. И в ярком фотомаркете Ростест официальная. По-моему, сейчас она стоит столько же. Причем, что доллар немного подрос до тех пор. Так у нее еще и дорогие аксессуары. Например, для того, чтобы ты мог спокойно снимать во всех форматах, тебе понадобится дорогущая флешка, которая стоит 15 тысяч рублей. Это V90. А если мы будем смотреть фирмовые флешки, Sony, CFexpress, они стоят еще дороже. Самая там топовая флешка в районе 40 тысяч. На нее ты сможешь снимать 4K 100 FPS, 4.2.2, все вот это вот в гигантском разрешении. Но мне такая флешка не нужна. И я потому что в таких форматах не снимаю. По сути, все, что я начал снимать, это 4K 100 FPS. 4.2.2 можно снимать, да. И мне подошла флешка более-менее недорогая. Это Sony, тоже фирмовая флешка V60. Вот на V60 можно записывать 4K 100 FPS, 4K 50 FPS, ну все ниже формата, да. Если 4K 100 FPS тебе неинтересно, хотя почему тебе может быть неинтересно, покупая такую камеру 4K 100 FPS. Можно пользоваться обычными сандисками, все она будет писать. 4K 50, Full HD 100, 4K 25, 4.2.2, 4K 25. Все это будет писать обычная флешка сандиск V30 или вообще без каких-то наименований V. Так, вот это компендиум, это то, что я на самом деле ждал больше всего. Очень круто упаковывает SmallRig свои штуки. Реально, какое-то такое ощущение, как будто бы наушники AirPods распаковываю на минималках. Помимо флешек, если ты решишь брать дополнительные аккумуляторы, я взял 2 штуки. Один аккумулятор, к слову, соневский, стоит 7500 рублей оригинальный. Тоже недешево. Получается 2 аккумулятора 15 тысяч. 15 мазафака тысяч. Можно взять китайские аккумуляторы, которые стоят по 3000 рублей. Даже яркий фотомаркет продает китайские аккумуляторы по 3 косаря. Но на свой страх и риск у моего кореша в Питере, знакомого оператора Sony A7S III, сгорел контроллер из-за китайского аккумулятора за 3000 рублей. Вот и думай, если у тебя камера за под 400 тысяч, которая стоит, стоит ли тебе пользоваться китайскими аккумуляторами или можно взять один раз. Причем, что вот я взял про запас 2, а можно взять 1, потому что камера спокойно заряжается от пауэрбанка. Можно заряжать от пауэрбанка. Короче, аккумуляторы брать или не брать уже на усмотрение. Но один аккумулятор, конечно же, все-таки нужен, потому что с одним аккумулятором снимать довольно стрёмно. И неудобно такая кроха вообще. Смотри, какой малыш. Это компендиум на камеру с крышкой. Нужен он мне для того, потому что я буду сейчас все снимать в суперяркую погоду. И постоянно будет контровое солнце лупить мне в камеру, будут блики, засветки. Я взял компендиум с крышкой, которую я буду немного прикрывать, потому что я натерпелся в прошлом году. Я снимал ту же самую историю. Короче, вот в этом году решил отказаться. В будущем я думаю потихоньку переходить с круглых ND-фильтров переменных и квадратные, потому что все-таки, как ни крути, обычный переменный фильтр меняет баланс белого, делает картинку менее контрастной. Короче, нужно брать нормальные фильтры. В общем, камеры доволены. На камере пока что только положительные эмоции. Еще раз повторюсь, я на нее особо не снимал. Вот только подержал в руках там несколько съемок, но уже у меня сложилось впечатление. И пока что она только хорошая. Будем посмотреть, как говорится. Мое мнение, возможно, изменится. Я надеюсь, что оно не изменится через пару месяцев. Вот. И через пару месяцев расскажу. Будут вопросы, спрашивай там в Инстаграме, в ВКонтакте, в Директе, в комментариях. Не забывай спрашивать какие-либо у тебя вопросы. Что-то по камере или по монтажу. Не стесняйся. Я всем стараюсь отвечать по мере возможности, по мере моего времени. Если у тебя уже вообще там по монтажу, по Final Cut ничего не гуглится, и ты зашел в тупик, все, спрашивай у меня. Только голосовые сообщения не пиши, пожалуйста. Я чем смогу, помогу. А на этом, пожалуй, все. Хороших тебе кадров и быстрого монтажа. Как всегда, следи в Инстаграме за прямыми эфирами с экспедиций, в которую я собираюсь уйти. На этом все. Пока.